Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин. И наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жмать на колокольчик. Сегодня я в гостях впервые, наверное, не в студии, а... У евангельских христиан. У евангельских христиан, да, всех. Вы всех объединили. Александр Трофимович Семченко, я у вас в гостях сегодня. Очень приятно. Но я уже не начальник. Я хочу сказать, что я уже просто епископ остался, но у меня никакой должности нет. Я остался просто пастор в церкви. И то я бы ушел, если бы получилось кого-то избрать вместо меня. Пока не получаю. Знаете, что интересно, что я приехал не к начальнику, а к брату приехал. А, ну, спасибо, да. Я не к начальнику. Да. Александр Трофимович, вы интересный человек для всех. Знаете, жизнь коротка. Да. Большую часть вы ее уже прошли. Прошли с Господом. Прошли в разные времена. В тяжелые, в не очень времена. Все по-разному было в жизни. И знаете, вот, когда я к вам ехал, да, я бы хотел поговорить о вас. Какой след вы оставили, вот по вашему мнению, в жизни евангельской церкви России? Ну, всякий след, широкий, я бы так сказал. И каждый в этом следе найдет что-то для себя нужное. Мои противники видят много негативного, и они правы. Друзья видят много хорошего, и они тоже правы. Во всем этом, я думаю, важно, что увидит Господь. А это мы с Ним встретимся. Встретимся. Однажды, да, все мы встретимся. Да. Непростую жизнь прожили. Вы уверовали в баптистов, и баптистом являетесь по вероисповеданию. Мы сглавили сейчас союз всех, это Прохановский союз, да? Проханов, ну, известен широкой общественности, вот с советских времен еще. Он много сделал, наверное, для нашей страны. Вы продолжатель его дела, да? Ну, мне бы казалось так, что я продолжатель, а другие, наверное, считают меня вредителем этого дела. Понимаешь, у каждого же свой взгляд складывается на все происходящее в жизни, да? И мы-то смотрим на мир своими глазами. А я всегда интересовался, как люди другие смотрят на одну и ту же вещь. Четыре евангелиста описали жизнь Иисуса Христа. И ты знаешь, они описали по-разному. И тут я недавно прочитал интересную точку зрения, что если бы было слово в слово все четыре Евангелия, то это была бы подделка. А поскольку четыре человека смотрели на жизнь Иисуса Христа разными глазами и из разных источников, они описали каждой своей точке зрения. Поэтому Господь говорит словами апостола Павла, бесполезно, что не важно, что люди обо мне думают, да? И если вы будете искать правильную... Чтобы о вас люди все говорили хорошо, то Господь сказал горе вам, если все люди говорят о вас хорошо. Поэтому и о вас, и о нас люди смотрят каждый со своей точки зрения и говорят о нас в соответствии с тем, чего они достигли, что им предстоит достичь, и при наличии своих достоинств и недостаток. Потому что это так много связующих, не обращай на них внимания. Можно немножко воспоминания удариться? Что с вами произошло в 1982 году? Вас посадили? В 1984 меня посадили. В 1984 по 1987 уже под занавеску пришел к власти этот вот, как чекиста наш главный. Андропов. Андропов, да. Надо сказать, что Андропов практически за неполный год своего правления почти удвоил число заключенных. В стране? В стране. Удвоил? Удвоил. Если у нас в среднем там колебалось от 600 до 800 тысяч, то при Андропове говорят, миллион двести впервые мы перевалили, миллион тридцать заключенных на тот период. Потому что когда я ехал в Воронке после суда, со мной ехали двое мужчин в галстучках. Я спрашиваю, а вы-то как попали сюда в галстучках на суд? Один говорит, ну я подделал на три дня трудовую книжку. Исправил, чтобы не было там перерыва. А другой на 10 дней исправил больничный лист. И оба получили по году тюрьмы. И это было при Андропове. Поэтому ничего странного в этом нет, что он пытался навести порядок, но он ошибся. Было уже поздно. А вам за что дали срок? Мое обвинение звучало так. Изготовление и распространение религиозной литературы в больших количествах с целью продажи или излечения прибыли и с применением наемного труда. Так звучало мое обвинение. Была такая статья, занятие запрещенным промыслом. Сейчас в этой статье и нет. В основу лег мой заказ отпечатать 300 библейских словарей Нюстрема. Да, был такой. Мне он понравился, мне хотелось многим дать. И я один, скрипя сердцем, разобрал словарь и сделал 300 копий. Детективная история. Я ходил в какой-то проектный институт с двумя пачками бумаги чистой. Я уходил с таким же дипломатом с двумя пачками уже отпечатанной бумаги. И потом мы переплели этот сборник и разошелся он. Ну и надо сказать, что 300 книг на страну, на Советский Союз оказался заметным. Стали искать. Нашли. Нашли машину, на которой печатали. Потому что тогда, в то время, даже печатные машинки регистрировали отпечаток, буковки. Вот, нашли эту машину, взяли этого оператора. Он, естественно, согнался. Пришел ко мне и сказал, Саша, извини, я не герой веры. Я тебя слил со всеми патрахами. И ты знаешь, у меня ни грамма обиды нет на него. Он пришел, честно сказал. Мне сказали, или ты его сольешь, или мы тебя посадим. Я говорю, ну зачем нам двоим сидеть? Тебя все равно посадят. Поэтому сиди один. Вот за это мне дали... Ну, конечно, не за это, но фабула обвинения была на этом. Ну, вот сегодняшним языком вы, скажем так, библейский олигарх, да? В особо крупных размерах, с наемом еще. В советское время, получается, у вас даже свои рабы были, которые на вас работали. Ну да, да. Получается так, что я наемные рабочих, работников нанимал. Конечно, это был просто предлог официальный. А так, за то, что мы не договорились с КГБ, за то, что я не проводил послушную политику. Естественно, я противился всеми возможными и невозможными способами безбожной власти в то время. Ну, и это и было основанием для... Потом, когда он подписал этот про меня все, оператор печати, мне позвонил мой куратор из КГБ, который все время за мной ходил. Все закрыто. Материал собран. Суши сухари, говорит. Ну, и я стал сушить сухари, собирать котомку, с которой пришел и пошел на три года путешествовать по своим тюремным университетам. Ничего, жить можно. Жить можно. Потом пришла перестройка. И вы активный человек. Да, пришла перестройка, и освободились все мои друзья, политзаключенные Глеб Якунин и многие сотни других. И мы встретились, и спустя несколько месяцев мы издали первый тираж газеты «Протестант». Еще таким полупримитивным образом, это уже была газета, мы ее выпустили, разослали во все церкви Баптистского союза и ждали, когда за нами придут. Думали, посадят. Ты знаешь, не посадили. А уже через год мы зарегистрировали издательство «Протестант», «Детективная история». Я зарегистрировал издательство «Протестант» как филиал московской штаб-квартиры Международной ассоциации детективного и политического романа. Юлиан Семенов возглавлял. Мне удалось с ним встретиться, он зарегистрировал издательство «Протестант» как свой филиал. Американцы все смеялись, говорит, «Библия – это политический роман или детективный?» Я говорю, и то, и другое вместе. В современной России это объединилось. Это объединилось. За весь период деятельности, пик протестанта деятельности пришелся на 93-й год. Давно это было. Это же вообще единственное издание было. Да, единственное издательство было. И в то время. И за весь период деятельности издательство «Протестант» выпустило более 50 миллионов книг религиозного содержания. В основном это были Евангелия и Библия, ну и много различий. Много литературы. Я сам в 90-х ездил, закупали книги там, в «Протестанте». Ну вот скажите, вот, умеря интервью у многих людей, у политиков, у наших религиозных лидеров. Я встретился вот в нашей протестантской среде с таким, ну, я не знаю, кто это внушил протестантам, что «Политика – грязное дело». Вы с 90-х занимались бизнесом, вы занимались политикой и религиозной деятельностью. Кто навязал протестантам сегодня вот этот слоган «Политика – грязное дело»? Ну, наверное, обстоятельства. Я хочу сказать, что в самом деле политика – грязное дело. Как бы вы ни старались ее обелить, мой друг. Я не обеляю. Но политика – это грязное дело. Я однажды, знаете, вот с Ласенко, когда разговаривали, я поставил себе, говорю, «Виталий, я ставлю себе на место чиновника». Когда я слышу «Политика – грязное дело» и я чиновник, значит, я слышу что? что я грязный человек, я вор, я жулик и занимаюсь грязным делом. Я говорю, это же обидно, слышать человека, который знает. Но грязное дело не всегда воровство. Грязных дел бывает много. Политика – это не всегда физическое воровство. Я бы так сказал, политика – это воровство нравственное. Когда я был политиком, в ХДС возглавлял. Христианский демократический союз. Мы сидели и думали, в какую нам историю ввязаться, чтобы стать известными, чтобы попасть в телекамеры, чтобы о нас заговорили, чтобы о нас узнали. И я хочу сказать, не всегда мы искали исключительно стерильную чистоту. Нам было интересно рассказывать о себе любым образом. Поэтому я бы так сказал, политика все-таки грязное необязательно в материальном плане, но в идейном сто процентов. Когда Сатана искушал Иисуса Христа, он показал ему Царство Мира и говорил, все дам тебе, если падшим не поклонишься. Я хочу сказать, он не сильно врал, что ему почти все принадлежит. Конечно, он думает, что это ему принадлежит, потому что Бог разрешил ему этим владеть. Весь мир лежит во зле. Это тоже же библейское. И есть христиане, которые думают, что они построят во мире зла чистый политический оазис. Заблуждение. Ну, это же заблуждение Проханова еще было. Его город Солнца. Да, да, да. И он заблуждался, и я после него. Но когда-то любому попробовавшему заниматься вот этой политической деятельностью, рано или поздно приходит понимание. Грязно. Надо. Да, все-таки Господь, Бог нас призвал заниматься чем? Великое поручение, как говорят. Идите по всему миру, и что? Создавайте политические партии и берите власть? Нет. Нет. Значит, поручение Иисуса Христа звучит несколько отличное от политических лозунгов в современности. Ну, а вот бизнес. Смотрите. Вы очень известный человек в Москве. У вас гигантские подряды были на ремонт большого, малого театра. Да, да, это было все. Много всего было в нашей жизни. Но бизнес есть бизнес. Со всеми вытекающими отсюда впоследствии. Самое грязное, самое неправильное в бизнесе, я считаю, не платить зарплату. Обманывать людей? Обманывать, да, написано. Не задерживай плату наемника. Да, вот. Иногда у меня случались эти задержки и неплатежи, и мне стыдно об этом вспоминать. А что касается самого бизнеса, то я бы так сказал, христианского бизнеса не существует. Есть бизнес, которым руководят христиане. А мера нравственности, она у каждого своя. В каких-то странах разрешают платить взятки чиновникам официально и вычитывают это из налогообложения. Где-то за это сажают, значит, за взятки чиновников. А каждый уже предприниматель в силу своей нравственности и нравственности своих устоев выбирает форму деятельности с чиновниками или без чиновников работать с частными лицами или с государственными лицами. Трудно сказать, где больше сложностей. Везде есть много проблем, но Господь от нас требует везде искренности и правды. Я хочу сказать, что когда я смотрю на руководителей церкви, мне кажется, что у них неправды и этих вот всяких закулисных интриг больше, чем в бизнесе. Больше. Потому что они взаимодействуют с огромным количеством душ, с которыми надо найти общий язык и они не всегда руководствуются вот какими-то нравственными принципами. чтобы сохранить власть, чтобы не упустить рычаги влияния и многое другое. Я хочу сказать, что у предпринимателей таких проблем меньше существует. Там, если ты хозяин, значит, ты хозяин. Несогласных просим удалиться. А в церкви же мы все вроде бы равны. Приходит человек и говорит, а я ровнее. и начинаются проблемы, никак не связанные с нравственностью. Оглядываясь назад, вот на весы положили политику вашу и бизнес вашу. Что перевесит? Какой Семченко перевесит? Политик или бизнес Мне кажется, что я все-таки религиозный деятель в первую очередь. И бизнесом я занимался от необходимости финансировать религиозную деятельность. Я пробовал собирать деньги, просить подаяния на западе, на востоке, на севере, на юге и понял, что заработать проще и дешевле. Поэтому все заработанные деньги, я бы сказал, больше, чем на 90%, я потратил на религиозную деятельность. Вот знаете, слушая ваших друзей, ваших врагов, все сходятся в одном, что вы очень много делали благотворительности, очень много помогали церквям, раздавали, все, что зарабатывали. Ну, наверное, что-то в этом есть. Это отдельная история, как Бог мне давал и как наказывал и как спрашивал. Это длинная история. Не тема нашего разговора. Разве это не ваш вклад? евангельское движение, помощь церквям. Ну, да, я и говорю, спрашиваешь, кем ты в первую очередь? Я говорю, в первую очередь я религиозный деятель. Я служитель, я пастор, я епископ, я организатор много чего и в основном единство среди христиан. Я на это потратил много времени и много денег и что-то удалось сделать. Но в 70 лет я понял, что я старею, надо уходить, забываю нужные слова, мне их подсказывают, стыдно. Уходить надо вовремя. Никто не верил, но я в 70 лет оставил все свои должности. Осталось пасторство и вот два года ищу, кому бы его передать. Мой звонок к вам неожиданный был, наверное, и вы мне очень интересную вещь сказали. Даже в свои 70 лет после нашего разговора об интервью вы спросили не помогу ли я вам встретиться с кем-то, кто помогает ребятам из церкви Пересветова. Вы до сих пор как-то думаете и вы сказали одну вещь, я ни одного еще лидера религиозного не слышал этого. Когда вы сказали, что это неправильно, это нехорошо, ребятам дали 5,5, 6,7, 8 лет за то, что занимались добрым делом, евангельским делом, вытаскивали с улиц этих и никто их не посещает, никто не помогает. Вы единственные, от кого я услышал, желание помочь. Я узнал пастор, пастор сейчас уехал, который в Москве, мы потом с вами вам говорим, как помочь этому. Ваше сердце болит, они же не ваши ребята, они из другого союза. Есть фонд поддержки гонимых христиан, он организован мною когда-то, когда я сам сидел за так называемый Большой театр. И я отсидел 10 месяцев под домашним арестом. Бог помиловал. Не хочу, говорю, я сидеть еще раз в такое-то время. Но Бог помиловал. Другие по-разному говорят об этом. Но я считаю, что нужно помогать всем заключенным, включая гонимых сегодня ни за что и эговистов. Их тоже надо, их тоже сажают ни за что. Такие сроки дают некоторым зубистам. 6, 6,5. Да, это просто какое-то мракобесие. Я даже слова подходящего не могу найти. Почему это? Что? Знаете, я все-таки как писятник. У нас было, все говорили в писятских кругах харизматических есть два пророчества о России. Одно, что из России пройдет великое пробуждение и наступит конец. Там Хацентейлова пророчества когда-то. И второе пробуждение, что Россия откроется на малое время, дверь захлопнется и станет еще хуже. Вот что было в вашей среде, в лаптийской среде, в евангельской среде? Во что вы верите? Долгая история говорить, длинная история об этом рассуждать, но я скажу так. Почему-то есть некоторые штампы религиозные, например, что антихрист будет евреем и ему будет 30 лет. Впервые, если уж учуешь, об этом не написано. Ага, это, так сказать, серафанное радио христианское. Да, об этом не написано. Ему может быть 70, и он может быть русским. Так, это что, уже вы слышали намеками к вам? Ну, я не знаю, намеками или ко мне вряд ли не. А вот к нашим правителям такое возможно относится. поэтому не могу сказать, что вот как-то это вот так однозначно будет. Пробуждение было, мы его проспали. Ну как, что-то случилось, конечно. Что смогли, то сделали. Да, тогда было так, 90-е. Что смогли, что сделали. Второй шанс, даст ли Бог второй шанс? Я такого откровения не имею. А проповедники, пророки, которые говорят, что так будет, они, проповедники, пророки, которые проповедуют мир, только тогда считаются пророками, когда их мир исполняется. Мы признаем их пророками тогда, когда это пробуждение сбудется. Пока его не видно. Даже на горизонте. Но многое то, что происходит в России, вот вы так оцениваете, говорите, ну не многое, хотя бы те же верующие гонения. Вы видите, сколько? И храмы сейчас под снос идут. И, ну это же нехорошо. Но неужели наши правители не понимают, что нельзя? Наши правители понимают. Вера – это самое глубинное, что есть внутри человека. Забери ее, ну рухнет все, рухнет страна. Наши правители понимают, что им нужна идеология. Они ее выбрали в виде существующей православной церкви. и ее будут поддерживать. Все остальное им мешает. Они действуют правильно со своей точки зрения. Мы действительно противники существующей идеологии. Мы не разделяем многие посылы. Если посчитать наши сети социальные, то я хочу сказать, протестанты, в общем, настроены антироссийски. Я даже не знаю, откуда это взялось. Вы думаете, прям антироссийски? Да, антироссийски. По крайней мере, антипутински. Возможно. Все любят свою страну, все родились здесь. Все, кто хотел, уехал же. Не все. Не все еще? Некоторые хотят вернуться, некоторые хотят уехать. Да, нормальный процесс. Не хочешь, ну, уезжай. Нет, надо сначала достать. Мы не можем так просто уехать. Нам надо сказать все, что мы думаем о царе, царице и царских детях. Вам предлагали уехать? Мысли посещали? Мне предлагали уехать во время Олимпиады. В 80-е годы? Да, меня позвал, пригласили официального в московское управление и сказали, куда я готов уехать на период Олимпиады? Я говорю, а если я никуда? Ну, тогда мы вам обеспечим на два месяца камеру, благоустроенную слегка. Я говорю, хорошо, хорошо, конечно, я уеду, я не хочу в камеру. Но начались известные события, связанные с Афганистаном. Олимпиада получилась усеченной, урезанной. Короче, никого не выслали из Москвы. Я так и был. В этой пустой Москве смотрел на толпы небольшие испуганных иностранцев, ничего не случилось. Ну, приходили же к вам в церковь туда. Приходили в церковь, приходили, даже наших пригласили в международную деревню. Один из братьев спрашивает, которого дежурил в тот день, слушай, тут два иностранца хотят пожертвовать, мне можно валюту брать? В то время за валюту давали срока огромные, я хочу сказать, сам проходил по этому поводу. Так было. Так есть? Или хуже стало? Что будет, трудно сказать, мы же все живем в современности и все видят. Просидеть и пророчествовать, что будет, я такого откровения не умею. Давай. Что еще тебя интересует, а то время у нас кончится? Ваша передача на полчаса рассчитана? Полчаса, час. Кто как? Не хочется о вас рассказать. У вас много легенд ходят и не всегда они такие? Это легенды, да. Легенды есть легенды. Ну, а первого лица вы когда-то рассказывали кому-то? Ну, да, я пытаюсь кое-что. Сам рассказывать кое-что я написал, есть у меня на сайте воспоминания. 17 глав я осилил. Может быть, еще 17 глав напишу воспоминаний. Сейчас книга кому она интересна? Я читаю все в интернете. Читаю все равно и книги нужны? Ну, можно, да, книга не умрет, они всегда, наверное, будут. Правда, написано, что будут искать Слово Божие. Я вот все думаю, как это будет. Это вот, значит, среди христиан есть такое движение экология, христианская экология. Зеленые паши, да? Наши зеленые, они говорят, что рубить деревья и печатать Библию это не экологично. Перестаньте печатать Библию и используйте электронные носители. Вы сохраните много деревьев. Потом, когда мы откажемся сами от Библии, выключат. И все. И все. И будем мы искать Библию, от которой отказались сами. Братья и сестры, не торопитесь выбрасывать Библию, они вам еще пригодятся. Сто процентов. Сто процентов. Что вы думаете по тем церквям, которые вы сейчас защищаете в Туле, в том числе, в Калуге? Как вот перейти вот этот барьер? Ну, понятно. Разговариваю с кем-то, многие говорят, ну, Христос же страдал. Ну, и вы страдаете, идите смело этим путем. Ну, в общем-то, мы идем этим путем. А что делать тем, кто сейчас, ну, скажем так, на грани? ЛНР, ДЛР, да, вот мы говорили, у вас служители тоже есть. Мы там трудились тоже. Там же все церкви вроде как позакрывали. Ну, это как... Что это? Что это такое? Ну, я думаю, что здесь есть два направления. Если мы думаем, что власть когда-то с нами объединиться и будет заодно, мы ошибаемся. Горе нам. Да. Второе, что тот беспредел, который творился в период власти, когда мы на частных землях строили молитвенные дворцы и считали, что власть обязана их охранять, это тоже ошибка, да? Ну, мы же по-библейски все искренне. Куда не ступит нога наша, там земля наша. Нет, извините, да. Земля Господня. И не только земля, Господь сказал, золото и серебро мое. Даже так? Даже так. Попробуй опровергни. Да. Я всегда думаю, Георгий сказал, почему ты так много денег дал неверующим на разврат? А мы все нуждаемся. Ну, это отдельная тема, когда-нибудь, может быть, мы об этом поговорим. Почему мы нуждаемся, при том, что все серебро и золото принадлежит Богу? Ну, вы не нуждались, вы трудились, вы делали всю жизнь своими руками что-то. Ну, да, я сам зарабатывал и сам все тратил. Кое-что себе, там, детям оставил. Может быть, оставил чуть-чуть больше, чем обещал. Да. Есть такой грешок. Но я одно скажу, что это никто не верит. У меня нет расчетного счета ни с деньгами, ни за рубежом, ни в России. Угу. Нет. И когда люди приходят и спрашивают, что ты делаешь с деньгами, где ты их хранишь, дай нам совет. Я говорю, да нет у меня денег. Они обижались и до сих пор никто не верит, что у меня сбережение. И поскольку все равно никто не верит, я и не доказываю никому, что у меня нет сбережения. А моим дочкам говорят, ну, нет денег на туфли, ну, скажи, пусть папа пару островов, продаст. Ага. Я думаю, где эти острова? Нет у меня сбережений сегодня вообще никаких. Я всегда жил от зарплаты до зарплаты. И в это никто не верил и, наверное, на 99% не верил. Ну, ничего страшного. А в вашей семье можно спросить? Сколько у вас детей? У меня 5 дочек, 12 внуков и 2 правнуков. Вы богатый человек. Не знаю. Вам сбережка не нужна, у вас дети, внуки. Дети, внуки? Вы думаете, они обязаны меня содержать? Нет, я не думал, что обязаны. По крайней мере, накормят. Я прихожу на завтрак к одной, на обед ко второй, ужинаю треть, и это незаметно по расходу. Ну, все имеет про шутку и долю шутки. Я могу сказать, мы же мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня. Давид сказал. Будь прав. Вот хочу возвратиться к Прохану. Известный факт. Ну, конечно, он молод был. Вы вспоминаете свою молодость 30 лет назад, когда все эти партии бурлило, все. Прохан уже, это исторический факт, он в советское время вывел партию вперед. Третье место они заняли на выборах. Вот что это за феномен был? И сегодня, и потом раз, и все. Ну, неужели, если бы христиан было больше, может быть, лучшего было в стране? Может быть, нравственность была бы выше? Как вы думаете? Ну, я занимался, я так тоже думал и занимался. И у нас был Христианско-демократический союз и даже в Первой Государственной Думе после всего этого. Было 12 депутатов у нас и председатель нашей партии Советский трагически погиб. И много было активистов. И я думал, что это хороший путь пройти, взять власть, изменять законы правильные. К нам приходили, советовались по закону, который у нас... Считали, что вы более нравственные, примете более какие-то хорошие законы. И мы действительно помогли принять первый закон объединения, настолько широкий, что в Америке не снилось. Но это же было недолго. А потом пришли, все переделали, как им нужно. Власть есть власть. И Господь тогда сатане отказал и сказал, царство мое не от мира сего. Сейчас многие братья в Украине думают, что они возьмут власть и создадут прекрасные государства. Я пока, правда, не вижу ничего прекрасного на Украине, кроме разгола, вседозволенности. Ну, кстати, вы сохранили связи, дружбу с братьями? Ну, с многими, да, да. Ну, на основе руководства пока связи не очень, потому что они очень так присягнули на верность той власти, а та власть враждует с нашей властью. Поэтому они как бы вот враждуют слегка с нами. Ну, большинство официальных деятелей не очень к нам. Ну, вот то, чем мы занимаемся, да, выстраиваем отношения в том числе и с Украиной, с другими странами. Это, наверное, называется народной дипломатией. Вы верите в нее? Возможно? Да, это хорошее. Народная дипломатия это хорошее движение, оно не связано с существующим. Да, в Америке есть Маргулис, он как бы родоначальник народной дипломатии. Но это отдельная история. Я думаю, что надо, надо этим заниматься всячески. Это работа с политиками, с точки зрения христианина, как попытка воздействовать на них, как проповедь, как проповедь, как евангелизация политиков. Это важно. А вот выстраивание самого этих отношений с братьями, со своими, ну, не дать вот дьяволу разорвать совсем все связи. Ну, мы стараемся, мы пытались, мы сделали несколько встреч, пока не получается. Ждем лучших вариантов со стороны. Но руки не надо же опускать, надо заниматься и продолжать. Конечно, конечно, конечно. Это же печально, что церковь, тело Христово, вот она в таких... Вот вопрос только в другом, что украинские братья, многие говорят, что вы обязаны выступать против Путина. Я не знаю, почему у них так сформировалась такая позиция. Я думаю, что да, это уже в теологии у них. Но, в мой взгляд, она ошибочна, не наша обязанность. Вот ваша страна воюет с нашей, говорят украинцы. Но это же опять отдельная точка зрения. Я говорю, это не наша война. Как не ваша? Вы убийцы наших братьев. Мы никого не убивали, мы против убийства. Мы не отвечаем за деятельность нашего правительства. А с их точки зрения мы отвечаем за деятельность нашего правительства. Если они думают, что они отвечают за деятельность своего правительства, то они взяли на себя непосильную ножку. Ну, не все же так там думают. Все равно же есть здравые силы. Есть, конечно. Я встречаюсь. Есть, да. Встречаются, которые понимают всю ситуацию и положение российской церкви сегодня. тоже. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Наверное, из этого состоит наша жизнь, правда же? Будем заниматься, Альберт. Будем этим заниматься. Помогайте. Помогаем, стараемся. стараемся. Да, и мы с вашей стороны тоже поможем всем, чем только возможно. И тело одно. Да, мы очень сожалеем о ваших гонениях, о преследованиях, о желании отобрать у вас церковь. И в нашем союзе есть церки на грани, закрытия. И это вот проблема. И будем... Ну, надо нам возвышать голос, говорить об этом. Будем говорить об этом, будем вызывать Господу, в первую очередь. искать Его воли во всем этом, потому что в нашей жизни ничего не происходит вопреки. Мне тут интересно задать вопрос Альберту и спросить, а что воля Божия от твоей церкви? Почему у тебя такие неприятности? Ты сам их накликал или у Господа есть отдельный план? Я думаю, у Бога есть план. Я ничего не накликал. То есть ты не накликал? Чист. Чист. Думаю, что да. Как слеза младенца. Да, борода мешает только. А слезе младенца да скатится ниже. Да, 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 я понимаю. Ой, да, конечно, у всех жизнь. Жизнь есть жизнь. Я всегда понимал. Это, знаете, меня как пастыря всегда останавливает от суда людей. Потому что люди разные в церкви. Я вот в это воскресенье разговаривал, говорю, посмотрите, за два месяца кто-то подал на развод в нашей церкви, кто-то допился до чертиков, увезли в психушку. Просто люди сорвалованы. Все бывает. Мы люди. И я как пастор, я понимаю, я должен любить людей такие, какие они есть. Все бывает. Поэтому мне проще и к мирским людям относиться. Ведь сам учу и говорю, наверное, как и вы, что надо любить людей и ненавидеть грех, в котором они живут. Вот я не знаю. Я вот так хочу типа жизни. Меня спрашивают, как ты, вот люди такие. Я говорю, ну а как Господь на нас смотрит? Мы ведь у него такие. Точно такие. Если Господь бы дал власть, ну, наверное, я бы уничтожил половину человечества, как недостойно, еще сегодня. Со второй половиной разбирался бы завтра. Вы милейший человек, не хорошее. А Господь говорит, неправильного вы духа. Неправильного. Дух не так. А как он? Всех люблю. Вот он дает нам 70-80 лет или 60 кому-то и ждет, пока мы исправимся. Если не хватает времени исправиться, он положит на постель в конце. Некоторые умирают неожиданно, что мне кажется самое страшное. ехал, столкнулся, погиб. А как ты был в этот момент? Помиловал ли тебя Господь или наказал, трудно разобрать. А вот тех, которые лежат долго, это Господь приглаживает, причесывает, бороду поправляет. Поэтому вот как вот Господь ждет, ждет, всю жизнь он ждет, чтобы человек нашел время с ним пообщаться и помириться. И в этом Бог. И так и нам надо. Вот и тот нам не нравится, и начальство нам не нравится, тебе твое начальство не очень, наверное, нравится. а Господь всех ждет правильного отношения и всех любит. И вот он говорит, будьте как я, всех людей любить. Господи, ну как это у тебя получается? Ученики говорят, нас не приняли, хочешь, сейчас сожжем. Да мы бы уже мир, дал бы нам Бог власть, но мы мир сожгли раз, сто пятьдесят, как бегут. А он ждет, говорит, нет. Поэтому надо быть похожими на Бога и милостивыми. Кто бы что ни говорил, да, и про меня говорят, мои неприятели. Люди же говорят плохо не от того, что они получили что-то плохо, а от зависти. Да. Как правило, от зависти. Понятно. Что тебе пожелать, Альбер? Я не знаю, что вам пожелать, я сейчас думаю. Ну я вот уже... Знаете, я, знаете, еще хотел спросить, вот у вас, мы сейчас говорили, для молодежи, может быть, нас посмотрит много людей, у вас осталось это время, время с Богом каждый день? Да, 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 я просто имею длинный список, страниц в 30, где по разделам у меня написаны, написаны люди, о которых я считаю вспомнить перед Богом каждый день, или два раза в день. Я читаю список в 30 страниц, я же не могу запомнить их, но я кого-то вношу в этот список, а кого-то вычеркиваю, умер уже. С точки зрения православных, надо за всех умерших молиться, ну, Бог с ней, да. У нас о живых хотя бы, вот я за живых молюсь, вот, и этот список длинный, 30 страниц прочитать, ну, полчаса, наверное. Не у каждого есть, сегодня молодежь так живет, что как будто время так все занято. молить молодых, это самое, делайте список, даже помогал им этот список составить, молиться, но не прививается, не прививается. Люди не находят времени для молиться или оставляют ее на как-нибудь. Можно я вам задам последний тогда вопрос? Вы уже что-то мне желать хотели, я вас так увел от этого. Наш канал называется «Взгляд с небесной». Взгляд? С небесной. Небесной? С небесной. А с небесной что? Что такое небесная? Это наш адрес, церкви, Калуга, небесная 7. А улица небесная? Улица небесная 7. А, вот этого я не знал. А вот. Поэтому «Взгляд с улицы небесной». Улицу мы убрали, и я всегда спрашиваю всех в конце, вот вас взяли на небеса, да, и потом возвратили. Но пока вы были там, вас спросили. Вот. Мне вас хочется спросить. Что о вас будут помнить? О Семченко, Александре Ефимовиче? Каждый свое. К сожалению, каждый свое. А вот. Поэтому в 60 лет я написал у себя в фейсбуке. Прожил 60 лет. Натворил много. В оставшиеся годы постараюсь исправить, что натворил за 60 лет. не очень. Не очень. Не очень. Во-первых, люди не верят. У меня даже есть список целой страницы, которая называется «Улучшить взаимоотношения». Кроме молитвы вы еще знаете, что надо сделать. Да, я говорю «Улучшить». У меня там был Всеволод Чаплин, мы с ним поцапались как-то на приемах у президента. Там-то как вас умудрило? Умудрилось. Меня всегда умудряется. И ты знаешь, я уже дважды договаривался с ним на встречу, и он умер. Так я и не успел улучшить, синий загнашить. А с другими не получается, встречаюсь. С кем-то получается, с кем-то не получается. с Хауками. Я как-то их прилюдно обидел на телепередаче с Никитиной. Я знаю, что они обидели. Я звоню Лауре, говорю, встретиться хочу, помириться. Она как-то хорошо на это проагировала, но встретиться не получается. Поехать специально в Финляндию дороговато. Вот я считаю, что у меня с ними не все. Да, ну и с многими другими. Ну вот то, что касается Хану и Лауры, прошу вас разрешения, могу я поговорить с ними? Поговори, да, я с Лаурой говорил, она даже удивилась такой постановки вопроса, говорит, ты зря об этом все это придумал. Ну, придумал, не придумал, я чувствую, да. И с многими другими видными я поцапался, ну, что сделаешь? Такая у меня была работа сказать, что я думаю, а я думаю, можно будет промолчать нужно. Сейчас молодежь в моей церкви тоже против меня выступает и так. Говорят, что я не прав в той и другой позиции. А я говорю, вы плохо это делаете. Когда я был в вашем возрасте, руководство союза баптистов, не знала, где найти пятый год. А вы вообще цепляки сравнится. Прошли десятилетия, я думаю, а чего я их гонял? Чего я их гонял? Чего я достиг? И думаю, наверное, зря все это я делал. Надо было как-то по-другому. С годами видится больше, а возможностей меньше. Вот досада. Как Господь нас создал. Вначале силы много, мудрости нет, потом мудрости много. А кому она нужна? Ну и силы покидают. Силы покидают и люди говорят, да-да, положи ты свою мудрость в одно место. Нужны деньги, нужны финансы, нужны возможности, нужны связи. Не понимают, что то же самое было нужно и вам, когда вы поднимались, когда вы росли, когда вы вошли в политику. Проходит круг о салон, помнишь, такое восклицание. Ладно, полчаса прошло, спасибо, что вы приехали в гости. Нам очень приятно вас было увидеть, Господь благословит вас, всегда рады встретиться. Не забудь про ребят Пересветова. Не забуду, обязательно с вами все скину, позвоню пастору, узнаю, могу с Евгением сознать. Надо встретиться с их женами посмотреть, нуждаются ли мы. Это вызов для многих из нас. Увидят, услышат и поймут, что надо помогать. Нельзя оставлять. В советское время никого не оставляли. Всем возили, всем помогали, как-то церкви объединились. Так как ты хозяин передачи, соверши благодарственную молитву благословляющую. Господь, мы благодарим тебя за эту встречу, за этот день, Господь, за мудрость твою, которую ты даешь нам, Господь. За эту передачу, Господь, которая станет доступна многим, Господь. Я молю, чтобы посмотрели молодые люди, посмотрели, люди разного возраста, Господь, взяли что-то для себя, научились, научились от тебя, научились от той мудрости, которую дал моему брату, Господь. Слава тебе за все и хвала. Благослови нас, дай еще больше мудрости, Господь, еще больше любви к людям, к своему Отечеству, Господь, за все благодарю, за все славим тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо. Благословений вам всем, уважаемые зрители. С улицы небесной. Вот мне больше понятна передача с улицы небесной. Ну, мы назвали с небесной. Взгляд с небесной. Почти как взгляд с небес. Почти. Это очень, как это сказать, вызывающе. Ну, почти не считается у нас, видите. Я честен, я назвал так, как есть. Вот, и честно говорю, кто спрашивает, почему взгляд с небесной, потому что улица небесная и дом номер 7. А вот теперь понятно, да. Ну, я завершаю программу, благодарю всех наших зрителей, напоминаю, что с вами был я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесной». Благослови всех, Господь. Люблю. Спасибо. Здравствуйте. До новых встреч. Здравствуйте. кого troubles.